Всем привет, дорогие друзья! Это я, Ританов Матвей. Вот уже недавно идёт февральское обновление, но я ещё не закончила некоторые вещи по январскому обновлению. Кстати, если не видели разбор январского обновления и что в нём было добавлено, то можете глянуть по ссылочке прямо вверх на углу. А на моём канале я такую решила начать немножко новую рубрику топ-стилей обновления. Вот в январском обновлении было добавлено 4 стиля. Это Сосулька Эдвард, Капитан Квинси, Сезер Темпер и Мастительница Виспер. Да, эти два стиля сезона относятся к январскому обновлению. Расставляя стили по местам в топе, я буду учитывать их анимацию атаки, анимацию победы, их красоту, продуманность, звуковые эффекты. Ну и в целом, насколько лично мне они понравились и запомнились. Теперь в этом и всех последующих видео со стилями я не буду вам показывать геймплей этих стилей. Из-за того, что если вы увидите геймплей этих стилей в этом видео, вы не захотите смотреть мои другие видео отдельно геймплеями какого-то данного стиля. Поэтому я буду оставлять ссылочки на геймплей этих стилей в описании. То есть, например, будет написано геймплей стиля Цезер Темпер и к нему ссылочка и так ко всем стилям данного обновления. Также ссылочки на геймплей данного стиля будут высвечиваться в правом верхнем углу в тот момент, когда я рассказываю про данный стиль. Напоминаю вам, что этот топ только мое субъективное мнение, которое может полностью отличаться от вашего. А если же у вас есть твой топ стиль январьского обновления, то можете написать его в комментариях. Мне будет очень интересно его прочесть. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и включать колокольчик, чтобы не пропустить много интересных новых видео. А я уже не буду тянуть, давайте начинать. Так как это топ 4, то на 4 месте будет самый худший стиль январьского обновления. И на этом месте, ну это возможно вас, естественно, удивит, но на этом месте находится стиль мыслительный ты выспер. Да-да, на этом месте находится стиль сезона. Он красивый и все такое. Ну а сейчас я расскажу, из-за чего я выставил его именно на это место. Начну с анимации атаки. Она у этого стиля очень хорошая. Испер как бы отшвыривает магически этот камень, ну это, наверное, камень мыслей, в сторону, а потом камень возвращается на свое место. Анимация его прямо очень продумана до мелочей. Про звуковой эффект ничего особого сказать не могу. Да, он изменен и похож на шуршане. Ну ничего эксклюзивного, скажу так, в этом звуковом эффекте особого нет. Он не особо улучшает стиль, но и не ухудшает его. Не это опускает этот стиль на четвертое место. Вы спросите, так что же делает этот стиль таким плохим? Я вам отвечу. Анимация побед. Когда вы выигрываете уровень, вокруг выспер против часовой стрелки начинает возвращаться этот самый камень мыслей. Все бы ничего, да вот только такую же анимацию победы имеет стиль фокусник Доги, который выигрывался в ноябре в турнире чемпионов за собирание компаса. Вокруг Доги вращаются три карты, но единственное, что отличается между анимациями победы этих стилей, что у Доги еще из шляпы выскакивает кролик. Это происходит каждое второе вращение карт вокруг него. И только из одинаковой анимации победы стиль мыслительница выспер находится на четвертом, а значит самым худшем месте моего топа стилей январского обновления. Да, хоть это и первый стиль сезона, который я забрал, он был на четвертом этапе сезона, но я считаю, все равно над анимацией победы разработчики постарались. То есть, эта задумка с камнем красивая и хорошая, но нужно было сделать что-нибудь более уникальное, чем вращение камня вокруг выцвер, к тому же, что это вращение предмета было забрано с анимацией победы стиля фокусник Доги, как я уже сказала ранее. Что ж, я считаю, что четвертое место для данного стиля заслужено и перехожу уже к третьему месту. А на этом самом третьем месте находится второй стиль сезона Цезаря, к тому же премиум стиль, который можно получить только в этом сезоне Цезаря, а после этого уже вообще нельзя будет, в отличии от стиля мыслительница выспер, которую можно будет купить за 11 долларов по окончанию этого сезона Цезарь Темпер. Я стопроцентно уверена, что вы не ожидали увидеть данный стиль всего-то на третьем месте, но сейчас я расскажу, что к чему. Согласен, стиль выглядит просто бомбезно, Темпер выглядит как Цезарь, ну он вообще-то есть с Цезарем, и вращает так вот медь, все просто круто. Но если бы такими же крутыми были анимации атаки и победы, да плюс еще и звуковой эффект, то этот стиль бы был 100% на первом месте. Если честно, я сам обалдел, когда впервые, снимая геймплей в стиле Цезарь Темпер, сам увидел эту вот анимацию атаки. Эта анимация не просто плохая, непродуманная, она еще хуже. Несомненно, все размахивания мечом сделаны в тренингерской тематике, то есть Темпер размахивает мечом под свою эпоху, а не под какую-нибудь другую. Но вот это именно и непродуманно, то есть анимация атаки какая-то слишком скучная. Да, она реалистичная и подходит под тематику стиля Цезарь Темпер, но не подходит под грубый ствинт, и практически каждый стиль имеет яркую и веселую анимацию. Далее стоит разобрать звуковой эффект. Он изменен и похож на взмах вот этого красного плаща на Цезарь Темпере. Он довольно хорош, и это, конечно же, плюс, что звуковой эффект изменен. Идем дальше. Что ж, если с анимацией атаки этого стиля все более-менее понятно, то анимация победы меня еще более удивила. Она также, как анимация атаки и звуковой эффект стиля Цезарь Темпер, подходит под тематику. Или, вернее, как данная анимация победы под описание Темпера. Там сказано, что он позирует статуи. И вот как раз-таки в анимации победы он и позирует статуи, подкидывая меч. Но, опять-таки, я как только увидел эту анимацию, мне сразу стало ясно, что этот стиль уже будет находиться на этом третьем месте. Да, вот если бы и не эти скучные анимации, особенно, наверное, победы, то стиль Цезарь Темпер был бы еще немножко выше. Но, так как он не имеет этих веселых анимаций, имеет лишь скучные какие-то две анимации, хоть и продуманные, и неплохой, извиненный звуковой эффект, он оказывается на третьем месте. Хотя, если бы у мыслительницы Выспер не было бы сходства с анимацией победы стиля Фокусник Доги, то стиль Цезарь Темпер оказался бы на четвертом месте. На следующем месте, а значит, втором, находится стиль Капитан Квинти, который выигрывался за списки изданий. Да, этот стиль, мне кажется, может примерно такой же, как Цезарь Темпер, но у него уже все намного лучше, чем у его конкурента, находящегося на третьем месте. Во-первых, стиль Капитан Квинти обладает пассивной анимацией. Я в одном из своих видео рассказывала, что такое пассивная анимация, но для тех, кто не смотрел эти видео и только недавно подписался на мой канал, скажу. Пассивная анимация – это та анимация, которую Жук и Дебукашка выполняют просто так. То есть, она не входит ни в анимацию атаки, ни в анимацию победы. А в случае стиля Капитана Квинти, это анимация поднятия черной повязки на глазу с помощью деревянной ноги. Данная пассивная анимация прикольная и повторяет это примерно раз в 3-4 секунды. Про анимацию атаки стиля Капитан Квинти особо сказать нечего. Квинти просто подпрыгивает, и его повязка на глазу приподнимается. Анимация победы данного стиля уже довольно крутая. Квинти размахивает над своей шляпой пиратским флагом. Стиль, в принципе, довольно крутой, но на первое место Капитану Квинти не дает забраться не его какой-либо минус, у него минусов нет. Просто следующий стиль, а вернее стиль на первом месте – слишком крут. Вы, конечно, уже догадались, какой стиль слишком крут. Да-да, это стиль сосулька Эдвард. Что ж, давайте же разберем, почему стиль сосулька Эдвард так крут. Во-первых, данный стиль обладает также пассивной анимацией, я уже рассказывала, что это такое. У сосульки Эдварда как бы разъезжаются ноги, но потом он собирает их вместе. Эта анимация опять повторяется, ну, примерно там раз в 3-4 секунды. На этот раз анимация так и уже круче, чем анимация победы. Эдвард как бы призывает метель, колдуя что-то руками, после этого он просто подпрыгивает. Все это вместе выглядит так классно, что просто невозможно оторвать глаз, когда вы играете с этим стилем. А вот анимация победы немножко хуже. Эдвард как бы тоже подпрыгивает, но вдобавок к этому качает одной ногой. Ну и звуковой эффект тоже присутствует куда же без него. Кстати, он похож на звуковой эффект хэллингского стиля графа Эдварда. Ну вот я и рассказала вам, дорогие друзья, про топ-4 стиля январского обновления. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и включать колокольчики, чтобы не пропускать много новых интересных видео. Как я уже говорил, все ссылки на видео с геймплеями данных стилей будут в описании под роликом. Также можете оставлять идеи для видео, которые вы бы хотели видеть на моем канале про игру Best Fits. Если вам хочется увидеть какого-то геймплей стиля, который я еще не снял, или чтобы я вам про что-то рассказал, что вам интересно, то пишите это в комментариях. Ну а с вами был Рязанов Матвей, до новых встреч и пока-пока.